Я не думал, что есть место, где можно быть по-настоящему свободным, парить как птица в небе, ощущать мир и искреннюю радость в сердце и встречать рассвет с первыми лучами солнца. Кто был потерян, рождается заново, последний становится первым, когда его огонь наполняет тебя. Ты уже не можешь быть прежним. Достигай поколения, твори историю, утверждай его царство, зажигай огонь пробуждения. Будь тем, кем ты являешься от начала. Божья воля принести свободу во все сферы нашей жизни. Слава Богу! И сегодня я буду говорить на тему «Не обманывай себя». Не обманывай себя. Нам не нужно себя обманывать, друзья. И других тоже не надо обманывать, не только себя, но и других не нужно обманывать. Знаешь, Писание говорит об Иисусе Христе, что Он возлюбил правду и возненавидел что? Беззаконие. Я думаю, если в контексте правды Иисус возненавидел беззаконие какое? Ложь, вранье, нечестие. Аминь. И написано, поэтому Бог помазал его чем? Елеем радости. Вывели, да? Елеем радости. И слава Богу! Бог говорит, когда именно ты относишься по Божьей к истине, ты любишь истину, ты любишь правду, и ты ненавидишь ложь, что приходит в твое сердце? В твое сердце приходит радость! Аллилуйя! В твое сердце приходит сила Божья, помазание Божье. Он помазал его. Поэтому, знаешь, когда ты, наоборот, лжешь, когда ты в нечестии, ты теряешь то, что Бог дает, ты теряешь помазание, ты теряешь силу, ты теряешь власть. Но когда ты на стороне Бога, Бог на твоей стороне. Аллилуйя! И написано, что Иисус, Он возлюбил правду. Он любит правду. Бог всегда любит истину. Вы знаете об этом? Бог всегда стоит за правду. Слава Богу! И поэтому Он называет себя, Я есть истина, Иисус говорит. Он говорит, Я есть истина. Кто истина? Истина Иисус. Истина в Иисусе. Истина в Его Слове Божьем. Аллилуйя! И поэтому Он любит истину. Он любит правду. Вот ты что-то любишь, тебе что-то нравится? Говоришь, да, мне что-то нравится. Но Бог говорит, а мне нравится правда. Мне нравится истина. Мне нравится честность. Он возлюбил ее. Он любит ее. Слава Богу! Поэтому в нас должны быть те же чувствования, которые во Христе Иисусе. И поэтому, если я не люблю до сих пор правду, если она мне не нравится, если я не хочу слышать правду, знаете, говорит, правда глаза колет, да? Правда, она такая бывает неудобная. Правда, она бывает такая, ну какая, какая бывает правда? Говорит, лучше сладкая ложь, чем горькая правда. Вот люди что придумывают, да? Ложь, она сладкая, а правда, она горькая. Да не горькая правда. Это для дьявола правда горькая. Потому что он боится правды. Потому что когда мы говорим правду, мы проповедуем Евангелие. Потому что правда говорит о том, что Бог возлюбил мир, Он послал своего Сына, да, который был здесь на земле, принял облик человека, который стал жертвой за человека, который умер и воскрес. Аллилуйя! Помните, мы говорили, что как фарисеи, как первосвященники подкупили римских солдат, чтобы они не говорили, что Иисус воскрес, что Его якобы уграли, что Он мертвый. Почему они так этого боялись? Почему они учили лгать римских солдат? Потому что дьявол боится правды. Он боится настоящей правды. Не газеты «Правда», которая была у нас много лет, не знаю, может сейчас есть еще. Не той «Правды». Он боится настоящей Божьей правды. Потому что эта правда говорила, что дьявол поражен, что он побежден. Аминь! И что Иисус воскрес из мертвых. Аллилуйя! Вот это правда, вот это истина. И как сказано, что когда мы живем в истине, мы познаем истину, она делает нас свободными. Как хорошо быть свободными людьми, правда? От всякого вранья, от всякой лжи, от всего нечестивого, неправильного. И Бог, Он стоит и любит истину. Я хочу, чтобы это просто вошло в ваши сердца. Потому что, когда мы будем говорить, не обманывая сам себя, то вы увидите, почему я об этом говорю. Итак, вы согласны с тем, что Бог любит истину? Да, мы прочитали, что Он возлюбил. Он возлюбил истину. Слава Богу! Итак, мы почитаем это местописание, послание Иакова с первой главы, где говорится о людях, обманывающих самих себя. Оно будет таким ключевым местом писания, потому что от него мы пойдем дальше. Знаете, интересно, что многие богословы, они называют послание Иакова притчами Нового Завета. Слышали об этом? Почему притчами? Потому что Иаков, он такой наимудрейший был, да, апостол. Он такие глубокие вещи говорил. Вот действительно читаешь послание Иакова, да, там и о мудрости написано, там и о честности, там об испытаниях. Вот очень-очень хорошее послание Иакова, поэтому вот именно этот мудрый человек и Дух Святой через него пишет такие замечательные стихи. Итак, мы читаем 1 глава 21 стиха. «Поэтому отложишь всякую нечистоту и остаток злобы, в кротости примите насаждаемое слово, могущее спасти ваши души». Речь кому идет здесь? О спасенных, о верующих или о неспасенных? О верующих, да? То есть, когда мы слушаем Слово Божие, оно действует и оно производит в нас определенную работу. Аминь. Оно спасает нас от чего? Оно спасает нас от всякого нечестия, оно спасает нас от всякой лжи, потому что наша душа это прежде всего наше мышление, наша воля. Аминь. Потому что когда ты погружаешься в Слово Божье, оно начинает с тобой работать. Аллилуйя. Ты пропитываешься Словом, ты просаливаешься Словом, ты просвещаешься Словом Божьим и оно производит какую работу? Спасающую. Смотрите, что он говорит. Что он говорит? Очень интересно. «Поэтому отложив всякую нечистоту и остаток злобы». Вот интересно, как ты читаешь Библию? Тебе интересно или нет? То есть, с каким отношением, с каким настроением ты читаешь? Он говорит, если ты злой, у тебя не получится принять Слово Божье. Если ты, что, в грехе, тоже для тебя это не будет такого эффекта иметь. Но он говорит, что нужно принять в кротости. Аминь. В кротости это значит в поклонении перед Богом. В кротости это значит с открытым сердцем и ты говоришь, Господь, говори мне через Слово Божье. Аллилуйя. Говори мне. Знаете, так интересно, как мы себя иногда обманываем. Мы выбираем какие-то места писания в Библии, они нам нравятся, а какие-то нам места писания не нравятся. Вы согласны с этим? И мы, знаете, мы похожи на детей, которые выковыривают изюм из кекса. Потому что, ну, он сладкий, он айт, а мне не нравится. И вот иногда мы такие, что мы как бы выковыриваем что-то из Слова Божьего и нам какие-то сладенькие места нам нравятся, а какие-то острые там места нам не нравятся и мы их не хотим. Но Писание говорит, что все Писание Бога духовновенно и полезно. Слава Богу. Поэтому у нас должно быть все Писание любимым. Бог любит все в свое Слово. Вы думаете, он не любит свое Слово? Он любит свое Слово, потому что оно для нас это Слово. И он говорит, что все Писание Бога духовновенно и полезно. Поэтому не будем уподобляться, как маленькие дети, которые говорят, это люблю, это не люблю, это буду или не буду. Мы такие сидим, капризничаем, что нам принимать. Нет. Он говорит, примите насаждаемое Слово. Слава Богу. Вы готовы принимать Слово? Тогда наши сердца, они добрая почва. Оно принимает Слово. Когда сердце открыто, это добрая почва, и эти семена не останутся без плода, то есть без результата. Мы принимаем Слово Божье, оно действует, оно спасает, оно работает. И дальше написано, известное местописание, «Будьте же исполнители Слова, а не слушатели только какие? Обманывающие самих себя». Друзья, обратите внимание, можно слушать Слово Божье и что? И обманывать. А как мы себя обманываем? Вот как мы? Я вот сижу, слушаю Слово, например, записываю даже Слово Божье. Как я себя обманываю? Как вы думаете? Как я обманываю себя? Я просто сижу, слушаю. Что вам еще надо от меня? Сижу, слушаю. Хорошо сижу. Не сплю даже. В телефоне не играю в игры. Что еще от меня требуется? Исполнение. Исполнение. Друзья, вот мы не просто так должны приходить, и нам тут уши лечат, или как там называют, нам что-то рассказывают. Нет. Для Бога важно видеть, что Его Слово, оно работает. Что у нас не просто коллекция знаний, коллекция школ, коллекция того, коллекция этого. Потому что, знаете, на коллекционных машинах обычно никто не ездит. Коллекционные вещи обычно никто не использует. Но зато им все показывают. Говорят, посмотрите на мою коллекцию. А что толку твоей коллекции, если она у тебя просто стоит, она не работает. И для Бога не нужно, чтобы мы были коллекционерами Слова Божьего. Для Бога нужно, чтобы мы были исполнителями Слова Божьего. Он говорит, когда это работает, это и благословляет тебя. Ведь так же здесь сказано, слава Богу, что ибо кто слушает Слово и не исполняет, тот подобен человеку, рассматривающий природные черты лица своего в зеркале. Он посмотрел на себя, отошел и тотчас забыл, каков он. О чем говорится? Да, ты послушал Слово, сказал аминь, что-то даже черканул, может, себе. Но потом ты уже все вышел отсюда, и ты уже забыл, ты ничего не помнишь. И почему здесь упоминается о зеркале? Ну, женщины, они чаще в зеркало смотрят, я думаю, чем мужчины. Женщины, вы чаще смотрите в зеркало? Как вы думаете? Ну, конечно. А зачем вы туда смотрите? Вот не смотрите в зеркало, придите сюда, вот такие, как вы проснулись. Ни разу даже не взглянулись. Мужчины иногда такие приходят в них вот так все. Тут точно видно, в зеркало не смотрел, не брылся, не мылся. Вот. И здесь, кстати, к мужчинам напоминание. Про женщин не написано, потому что, я как знал, женщины долго смотрят в зеркало. И на самом деле, на самом деле мы выглядим смешно, если мы себя как-то не приведем в порядок, нам кажется, что все нормально, он говорит, ну иди посмотри, у тебя там вот это, у тебя так, у тебя, конечно же, мы хотим выглядеть как? Хорошо, достойно, чтобы на нас пальцем не показывали, не смеялись, ага, посмотри на это чучело, да, на кого оно похоже, почему он такой, и вот, слово Божье, друзья, слово Божье, оно не только тебе как бы открывает, вот кто ты, ты посмотрел? О, Господи, неужели это я, это опять я, это снова я, и закрыл быстрее, и все, и забыл тут же, нет, потому что слово Божье, оно хочет принести нам благословение, через веру, аминь, слово Божье открывает потаенные уголки нашей души, слово Божье, это то, что Бог говорит, вначале было Слово, и Слово было Богом, у Бога, да, и Слово стало Богом, то есть, Бог говорит, что это Слово, оно должно быть вначале, мы смотрим Слово Божье, и мы не думаем, что, о, это хорошее местописание для моего мужа, там, о, точно моей жене надо это все сказать, или там еще ты читаешь, думаешь, вот это надо вот этому, а это надо тому, нет, Бог говорит, это тебе надо, ты же не купил зеркало, чтобы показывать соседям, у меня есть зеркало, хотите посмотреть, а ты сам в него смотришься, да нет, я вам хочу показать, посмотрите на себя, нет, нет, прежде всего, да, у вас у всех есть зеркала дома? у всех есть зеркала дома, аллилуйя, вы великие люди, вы смотрите, значит, зеркало, или оно у вас лежит, вы к нему не подходите, иногда так со Словом Божьим, оно есть сейчас почти у всех, дома есть, даже у неверующих дома есть Библия, но спросите, смотрят они туда? нет, они туда не смотрят, у меня есть Библия, да, у меня есть там такая вот кожаная, там вот, не кожаная, вот такая у меня, поэтому смысл зеркала, чтобы смотреть, смысл Библии, чтобы читать, и чтобы исполнять это Слово Божье, потому что, если мы этого не делаем, Яков говорит, мы просто занимаемся самообманом, мы обманываем себя, мы не исполняем Слово Божие, мы не хотим быть открыты для Слова Божьего, мы увертываемся от тех мест Писания, которые нам не нравятся, мы обходим, как говорится, острые углы, нам не хочется туда идти, и вот это нам не хочется читать, и вот это нам не хочется читать, нам плюшками баловаться нравится, нам только сладкие какие-то, такие приятные места Писания, вот я постоянно вот эти места Писания читаю, а ты читаешь, тебе Писания? Нет, я не читаю, они мне не нравятся, но ты знаешь, тогда ты маленький ребенок, который берет только сладкую еду, и что? Остальную не хочет, твердой пищи не хочет, но вы знаете, что если постоянно есть сладкую еду, что будет? Во-первых, да, у тебя зубы выпадут, у тебя вообще будет нечем есть, да? Потом у тебя нарушится обмен веществ, потому что когда много сахара, да, это плохо влияет вообще на весь организм, это может привести к диабету, это также влияет на психику, кстати, вот поэтому на все Писание, оно богодухновенно, нам нужно все Писание читать, аллилуйя, сначала до конца, и перечитывать это регулярно, сначала до конца, сначала до конца, и не только перечитывать, да, но понимать, что это слово для тебя лично, для тебя, для тебя, прежде всего Бог говорит о твоей личной вере, о твоей личной ответственности, о твоем личном спасении, о твоем личном исцелении, о твоем личном благословении, слава Богу, потому что слово это не то, что, знаете, мы хотим кому-то постоянно показывать, доказывать, как говорится, что зачем ты говоришь, что есть сучок у твоего соседа, А у тебя бревно, и ты его не видишь. Понимаете? Поэтому это прежде всего... Ну, знаешь, если ты в зеркало не смотришь, ты и бревна не заметишь. Потому что как ты его заметишь? Нет, ты его не заметишь. Итак, смотрите. Но кто вникнет в закон совершенный, в закон свободы, и прибудет в нем, тот, будучи не слушателем забывчивым, но исполнителем дела, блажен будет в своем действии. Итак, здесь мы видим, что это не поверхностное просто какое-то слушание, это изучение Слова Божьего, это ты вникаешь, ты смотришь разные переводы, ты смотришь, какие там есть еще трактования этого, и так далее, и так далее. То есть ты вникаешь туда, вот слово «вникнуть», да? Например, когда ты с кем-то разговариваешь, и кто-то тебе что-то хочет такое сказать важное, а ты просто делаешь вид, что ты слушаешь там, угу, ага, давай, давай, что хотел-то, вообще про что говорил, да? И вот это зависит, как мы реагируем на Слово Божье, как мы к Нему относимся, как мы Его воспринимаем, то есть мы внимательно Его слушаем, мы хотим вникнуть, мы хотим Его понять действительно, или мы просто, ну там говорят, да, что-то говорили, говорили, а что говорили, я уже и забыл, что говорили, видишь? И тотчас отошел, и тотчас забыл. Поэтому Слово Божье нельзя забывать, друзья. В Него нужно что? Вникать, нужно смотреть, нужно видеть. И что еще? И исполнять. Знаете, Иисус говорил всегда о тесных воротах, помните, Он говорил, и о каких еще воротах? Широких. Тесные и широкие ворота, да? Что это такое? Давайте прочитаем. Матфея 7, 13. «Входите тесными вратами». Тесными вратами. «Потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими, потому что тесны врата, и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Все мы знаем, да? Почти все знают это место Писания. Вот интересно или неинтересно, почему куда-то широкая дорога, хорошо сделанная, протоптанная, а куда-то она какая-то узкая. Она не только сама узкая, но еще узкий путь. И как вы думаете, узкий путь труднее найти, чем широкий? Да, широкий даже искать не надо, правда? Все люди так живут. Все так живут, все так думают, все так ходят, все так поступают. Но что нам говорит Иисус? Он говорит, что есть другой путь. Да, как бы не все хотят туда идти. Не все хотят жить такой жизнью. Не все согласны с этим. Но, говорит, что я могу поделать? Он говорит, что только этот путь ведет в жизнь. Понимаете? То есть, очень часто мы не хотим соглашаться со Словом Божьим. И да, да, такой узкий путь, такой узкий путь. А пролезу еще туда или я не пролезу, да? И поэтому в нашей жизни тоже есть какие-то вещи. Это называется самооправдание. Мы вот что-то придумываем себе, чтобы как бы нам не меняться. Мы что-то говорим для себя, чтобы себя успокоить. Мы что-то не делаем, что нам нужно делать, но мы этого не делаем. И потом мы раз и где-то застряли. Мы где-то застряли в каких-то проблемах. Мы где-то застряли в каких-то отношениях. У нас нету движения за Богом. У нас нету как бы движения вперед. Потому что мы застряли, да, мы пошли узким путем. Говорят, слава Богу. Но ты застрял. Ты застрял. И Бог не хочет, чтобы ты застрял. Он сказал, входите тесными вратами. Аллилуйя. Поэтому нам нужно найти, где этот путь, какой-то путь. И Иисус нас что? Он приглашает идти этим путем. Поэтому, когда мы смотрим на этот мир, мы не должны говорить, о, вот в миру-то им, конечно, хорошо. Вот, им-то что? Им-то что? Они сегодня там гуляют. Они там сегодня то. Они сегодня это. А я вот здесь сижу. Вот пришел сюда. Вот сижу здесь. Сижу, мучаюсь. Лучше бы я не пошел. Лучше бы я там где-то ходил. Ну, ты знаешь, это всегда так было. Это всегда так было. И любые испытания, любые трудности, они тоже проводят нас через какой-то путь. Мы выбираем, какой жизнью нам жить. Поэтому, говорит, да, ты можешь идти. Она широкая дорога. Пожалуйста. Говорит, многие идут этим путем. Но куда она ведет? Куда ведет эта дорога? Она ведет прямо в погибель. Это дорога смерти. И кажется, почему она такая широкая дорога к смерти, а дорога к жизни такая узкая? Потому что написано, что все идут этой дорогой. И поэтому Бог нам сказал смотреть, не смотреть на всех, да, и думать вот как, а смотреть на Него и смотреть на Его Слово. Потому что это от тебя зависит, какая у тебя будет жизнь. А она будет такой, по какой дороге ты пойдешь. Слава Богу, если ты выбираешь Божий путь, да, путь жизни. Иисус сказал, что «Я есть дверь. Кто войдет Мною, тот спасется». И войдет, и выйдет, и пажить найдет. То есть Он говорит, что хотя это узкий путь, но это путь жизни. Это путь благословения для тебя, для того, кто выбрал идти и жить именно так, как говорит Слово Божие. Аллилуйя или нет? Слава Богу! Но широкий путь, какой бы он ни казался привлекательный, какой бы он ни казался впечатляющий, он ведет в погибель. И поэтому наш выбор на земле – выбирать путь, по какому пути идти, как жить, какую жизнь, Бог говорит, ты для себя хочешь выбрать, по какой дороге ты пойдешь, с кем ты пойдешь по этой дороге, да, может быть, тебя зовут, о, пойдем к нам, пойдем с нами там погуляем, пойдем то, пойдем это, смотри, как у нас все здорово, как замечательно. Если ты не видишь, где заканчивается эта дорога, ты не поймешь, куда они все идут. Да, это, знаете, как показывают в фильмах, там кто-то несется на машине, несется, 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 а там знаки, 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 что все, там, короче, нету дальше дороги. А человек, он несется, и что? И он улетает прямо в обрыв. Поэтому Бог, Он предупреждает, Он говорит нам, да, есть мой путь, поступайте по Слову Божьему, живите по Духу Божьему, аминь, и вы точно не попадете в этот провал, вы не попадете в погибель, вы попадете в Божье Царство, слава Богу, вы попадете в небеса, аллилуйя, а не в погибель. И поэтому, когда мы читаем Библию, мы видим, что все герои Библии, они выбирали этот узкий путь. Да, узкий, да, может быть, некомфортный такой, да, может быть, трудный, но зато Он ведет тебя в жизнь, а не в погибель. Поэтому, если ты мудрый человек, ты будешь что выбирать? То, что тебе нравится, или то, что тебе полезно? Мудрые есть люди? Я хочу услышать. А? Что нравится, или что полезно? Что полезно. Это уже мудрые люди говорят, потому что много чего тебе может нравиться. Знаете, апостол Павел говорит, что мне не все полезно. Мне не все полезно. Я не выбираю жизнь из-за того, что мне это нравится. Я выбираю то, что мне полезно. Полезно для тебя означает полезно и для твоей семьи, ведь это скажется не только на тебе, это скажется на твоей семье. Если у тебя есть дети, то на твоих детях это скажется. Поэтому мы не просто говорим, что самообман – это плохо. Самообман – это вообще губительно. Это дорога в погибель. Поэтому Бог и возлюбил правду, и Он возненавидел беззаконие, потому что Он знает, куда приводит дорога беззакония. Итак, что такое самообман? Это бегство от самого себя. Чтобы люди не чувствовали себя виноватыми, чтобы им не решать свои проблемы, чтобы им не меняться, они придумывают для себя разные отговорки, разные оправдания, разные фантазии. Много кто, во что, как говорится, гораздо тот себе это и придумывает. Знаете, иногда люди, они притворяются, что они очень заняты, им некогда. Они заняты, чтобы быть дома, они заняты, чтобы пребывать там с Богом, молиться. Они всегда заняты. И мне хочется спросить, вы президентом работаете, компанией какой-то? Да нет, я тут бумажки перекладываю туда-сюда. И вы что так вот с утра до вечера их перекладываете туда-сюда, туда? Вы все время заняты. И это о чем говорится? Что люди часто прячутся за занятостью. Я занят, я занят, я занят. А если посмотреть, что ты сделал в жизни-то? Там ничего и не сделано, но он всегда занят. Поэтому что это такое? Это определенный синдром. Это самообман, который человек прикрывает себя, называется тем, что он занят. Он занят тем, он занят. А когда там ты будешь, например, развиваться? А когда тебе нужно самообразование? Когда тебе нужна духовная жизнь, семейная? Ой, я занят, я занят, я занят. И мы должны признаваться себе, что мы тогда обманываем сами себя. Мы обманываем других людей, мы обманываем Бога. Потому что если ты распишешь весь свой день, ты пойми, что у тебя всегда есть время. Я так рад, что Бог всем дал одну меру времени, 24 часа в сутки. И одни из этих 24 часа столько успевают, а другие говорят, что они всегда заняты, но результатов нет. И поэтому Бог говорит, у тебя не будет результатов, у тебя не будет благословения, пока ты не будешь честным, прежде всего, самим собой. Потому что многие люди, не то, что они нечестны, я сейчас не буду трогать нечестие перед другими людьми. Прежде всего, как нам говорит слово, начни себя. Будь честным перед самим собой. Потому что я знаю, люди там собирались заниматься, худеть, кто-то толстеть, кто-то, я не знаю, кто чем, английский, музыка, танцы, скачки, прыжки. Ну, сколько угодно, сколько угодно. И они там покупали книги, кассеты, записывались, переписывались, опять записывались. Знаете, кто-то, может, в библейскую школу собирался пойти не один год, а может быть, даже и пошел, но сошел с дистанции, не дошел до конца. Так вот, почему это все происходит? Я скажу, что вот эти все повторяющиеся проблемы, нерешенные проблемы, они и вытекают из того, что человек занимается самообманом. Он обманывает сам себя, он придумывает себе, постоянно какие-то отговорки, он находит какие-то оправдания, и вот это бесконечно, бесконечно, это будет потом. Я это сделаю, да? Я это сделаю, я буду на диете, я буду без диеты, я буду с диетой. Ну, то есть, вариации масса. Просто сейчас слушайте все для себя. Аминь. Это побег от себя. Побег от себя. Куда можно еще убежать? Скажите мне, куда можно убежать? Можно с одной работы убежать на другую, на третью, на четвертую, на пятую, потому что там начальник плохой, там эти плохие, там вот это плохое. И человек бегает, 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 бегает. А от кого он убегает? Он часто убегает от себя. Я не говорю, что это всегда так, но это очень часто так бывает. Поэтому человек может далеко убежать, он в другой город может убежать, в другую страну. была бы другая планета, он бы на нее улетел, потому что там жизнь прекрасна, да, если жизнь прекрасная на Марсе, да, он бы открыл, и там жизни нету. И это бегство от себя, оно приводит человека в тупик. Потому что, как говорят очень многие умные люди, от себя не убежать. Не убежать от себя, можно от волка убежать, да, от волка убежал, от этого убежал, знаете, жизнь колобка. Но от себя, от себя ты никуда не убежишь. Потому что это ты. Куда бы ты ни побежал, это ты. Куда бы ты ни пришел, это ты. Где бы ты ни жил, это ты. Поэтому перемены, они с нас должны начинаться. И мы должны быть честными прежде самими собой. С этого начинается исцеление. И вот я дошел до этого прекрасного слова, которое называется прокрастинация. Скажи, прокрастинация. Прокрастинация. Все-таки мы это слово выговорили. Оно происходит от английского слова procrastination, откладывать, и от латинского слова procrastinatio. И если это слово латинское разложить, оно означает завтра, завтрашний. Или сказать по-русски на потом. Это я потом сделаю. Это я потом сделаю. Это я потом, это потом, это потом. Это вечный человек вечного завтра. Еще, 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 еще. Ну ладно, завтра я это сделаю. Ну, да, потом это я сделаю. И знаете, как эта прокрастинация, она выражается? Она выражается у нас везде. Везде, друзья, надо быть честными. Есть бытовая прокрастинация. Это когда говоришь, завтра наведу порядок в столе, или еще завтра я вот это сделаю, завтра я вот то, вот потом я сделаю это, да? Продолжение следует...